Инфра Тартан Самая малость Поскольку итальяшки уже горят Во Франции начинаем продвигаться В Греции тоже начинаем продвигаться Даже дядька Султан начинает продвигаться И Дядьки, которые окружили Моего фон Леттова Которому я дал задание тут оборонить порт Они уже все свалили Скорее всего биться С османами Скоро они встретятся и начнется великий махач Советский Союз Белая Россия Гражданчика жестокая у них На кучу фронтов До сих пор не могут пробить Дядьку Краснова Не могут пробить А это у нас Это у нас типа одна и та же вся страна Понятно А здесь один единственный дядька Краснов А здесь он же кстати Есть в качестве Группы лидеров Представлен Ну вот как то так Кстати сегодня мы еще повоюем же Дополнительно с Албанией и с Румынией Все как положено должно быть С Албанией скоро Правда не цели войны У нас случат Нифига себе тут Дела Надо скорее завершать с греками Потому что началась Дарданельская операция Надо бы Тут поосторожнее действовать Итальянцы совсем конечно В плачевном состоянии Находятся из-за того Что высадок наделали Где-то к султану И облажались с этими высадками Можете вспомнить Мое видео по Корейскому челленджу Когда и пошки Примерно тем же самым Промышляли в моде Загорит во Вот примерно похожий сценарий Они слили практически всю свою армию Можно уже даже Руками ничего не делать Все Автоматически планами С топливом до сих пор Бяки Я решил не отзывать Флот Да Вот пусть у нас Останется Мало ли что Не хочу подлых высадок К себе У нас прибыли Подкрепление Скину Все Оправдание войны албанцам Выполнили Албанцы Сколько у вас дивок Две дивки Вот эти вот две дивки Как раз Прям тут Ну тогда мы Сразу объявим войну Призовем союзников У меня есть кавалерия Насколько я понимаю Кавалерия Я еще и не могу Отсюда Серьезно что ли Все Теперь могу Так Пехотные Братюньки Давайте вот так Вот с ними Разберемся О Все Покрасилось В Болгарию После того Как мы напали На Албанию Интересно Получилось Прикольно Ну албанцев Победим Я думаю Без проблем Сейчас просто Прибежим Тут Захватим Важные Их города Скорее всего Скорее всего Они мало Игровью Вообще Обойдутся Не потеряют Никого Ни один Албанец Не погибнет В этом Махаче Да Ни один Албанец Так и не погиб Это хорошо Градонельская операция Звергшилась Полным провалом Наши братюньки И дядька Султанские Дивизии Смогли Справиться Начались Батлы за Рим Батлы за Рим Пока Не мы проводим Тут еще Котлами Занимаются Плюс еще Из Триеста Людей не Брусили Надо бы Пока Со снаряжением Биак нету У меня до сих пор Гражданская Экономика Господи боже Когда еще Такое увидишь На самом деле Даже Кого-то Обучать Получается При этом Находиться На гражданской Экономике Потому что Мы не стали Как-то Яробиться Взяли Рим Кстати Взяли Рим Можно Закотлить Остатки Итальяшек И у нас тут Продолжает Старство Железной дороги Берлин Багдад Очень Важная Стратегическая Точка Одна из Причин Начала Мировой Войны Можете Почитать Мартина Гилберта Он все Это В своей Книге Первой Первой Мировой Объяснил Как-то Вот так Можно Сделать Если бы Мы на Убой Отправили Во время Плана Шлифина Тучу Дивизий Теряли бы Кучу Снаряжи Которые Были Возможно Будет Какой-то Заскриптованный Мир А может Быть И не Будет А может Быть Кстати Вот Через Вот Это Будет Доступно Не Точно Нет Тут Пока Ничего Ну Все Неаполь Мы Забрали США Уходит Из Веракруса Коронация Карла Первого Умирает Франц Осип Правда Ли цель Войны На Румынию Все Румыния Последняя В нашем Расстрельном Списке Всех Позвали Кого Можно И Нельзя И Бегом На Будапешт На Бухарест Будапешт На Будапешт Только Если С ума Сойдет Австро Венгрия Когда Мы Будем В Кайзере Играть Когда Венгрии Восстанут Венгерское Восстание Может Мы На Будапешт Пойдем Сейчас Мы Пойдем Только На Бухарест Уже Дошли Румынская Армия Она Как всегда Примерно Одинаково Себя Показывает Мы Ее Капнули За Даже Не знаю Я не засек За сколько Мы ее Капнули Сколько Людей Погибло Ни Одного Жесть Малой Кровьем Что Называется Ну Еще Марионетка Румыния Осталась Тут Как Бы И мы А Мы можем На нее Напасть Тоже У меня Претензий У меня Нет претензий Никаких На Румынскую Марионетку Но она Может Тоже Со мной Повоевать Потому что А Наверное потому что В Антанте Ну давай Ее тоже Захапаем Давайте Добивайте Всех Вражин Заканчивает И Наконец-то Дожили мы До Священного Момента До Принятия Войной Экономики Но Честно Признаюсь Дядьки С военными Бонусами Если вы Хотите Чисто Бить Россию Они Нужнее И Полезнее Вы Сами Прекрасно Увидели Как Это Хорошо Нам Помогло О Лорд Китченер Утонул Помянем Героя И Королевство Италия Капитулирует Под Францем Иосифом Взяли Турин И капнуло Оно Под ним Они Под нами Это Немножко Прискорбно Ну да И Ладно Немножко Печалит Просто потому что В Австро-Венгрии Все красится И Участие В войне У них Поэтому Повышается Но тем не менее Скриптованный мир Должен Случиться В случае Взятия Парижа Сто процентно Я проверял Это дело Господи Все Грец Скриптулирует С греками Было Потно Что-то Как-то Ну то Так Копная Классика Нам надо Просто Дожать Их Битва Звероден Завершилась Полной Победой Нашей Не повезло Шапочке Петена Летчик Каз получил Повышение Феликс Бергман Выходим Уже К Парижу Тут Португальцы Нам Противостоят А какие Португальцы Интересно Какой у них Шаблончик Ну кстати Хороший Окопный Шаблончик Другой 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 Португальцы Не спасут Французов От неминуемой Катастрофы Катастрофы Как раз у нас Скоро Образовательный Видос Выдет На эту тему Про Венгерскую Советскую Республику Кстати Скоро Соединимся Со своими Можем Соединиться Канадская Народная Республика Объявляет Войну Доминиону Канаде Это Немножко Забавно Я о таком Не слышал Точно Тим Бак Бак Кстати Это оперативник Казарембул Сексидж Канадский Просто вспомнилось На слабоми Атравага Французов Конечно Достигли Неслыханных Высот Начали Из Парижа Атаковать Мои позиции И могут Серьезно Пострадать От этого Эти ребята А могут И не пострадать Марианский регион Опасная высадка Не Пока Парижу Ничего не угрожает Мы Все таки Больше Как то По Бельгии А тут у нас Зияющая дыра Шикарно Уже даже Квиши Можем пробиться При большом Желании И скоро Соединимся Со своими Через юг Французов Пробьем Хотя Может и Париж Возьмем Успеем Возможно Его взять Эмиль Файоль Теперь Обороняет Париж Интересно Что Париж Может взять Фон Франсуа Да Взяли Карл Бюлов И Херман Франсуа Взяли Париж Вдвоем Немцы Уже повсюду Может быть Домой К Рождеству Вернуться Как хотели Котелочек Закрыли Все И соединились Со своими Ну Шикарно Французов У нас Умер Наконец-то Не увидел Он К сожалению Победы Футерлянда Но Увидел Взятие Парижа Отрезали От Брюсселя Французов Все Уже Остается Только Выбить их Из города Заставить Отступать К Антверпину Все Брюссель Пал Можно В 1871 Закончим Ли Называют Солдаты И Последующему Заходу Парижа Третья Французская Республика Официально Согласилась На перемирие Подписан Сегодня В марне И положивший Конец Войны Между Нашими Странами Франция Согласилась Распустить Армию И сгнать Британские Силы С материка Как можно Скорее Подписав Соглашение На наших Условиях Без францы Войны Войне Без Участия Францы Войны И остальная Часть Антанты Последует Примеру С переговорами О перемирии И подписанием Окончательного Соглашения Ну вот и все Сейчас значит Получат Письма Дядюшки Кайзера Кто Британия Италия Япония Плюс Энексируем Люксембург Произойдет событие Итальянский Судьба Балканов Забавно Мы победили Уря И Брюссель Взяли И вообще Все супер Японцы Приняли Перемирие Италия Согласна На перемирие И Британия Тоже Согласна На перемирие Победа Наша Итак Пошли Всякие Разные Штуки С перемириями Связные Доступна Цель войны У нас Франция Анексия Как мило Договор Франкфуртский Тут По-моему Надо взять Лотарингию И Французскую Африку Да Умеренное Военное Истощение Да По-моему Все так Шампань Это слишком Далеко Африканские Территории Необходимы Да Все Как Надо Еще И Демилитаризированная Зона Добавилась Клево Просто Шик Будем ждать Следующий Даговор Судьба Бельгии Что будем Делать Бельгии Забрать Все До Марс Остальное Оставить В качестве Марионетки Но нам Еще И Конго Надо Будет Забрать Регион Восточная Бельгия Это Что У Нас А Ну Вот Восточная Бельгия Это Уже Мне Перешло Вот Таким Образом Что касается Кувейта То Отдаем его Дядьке Султану По-моему Я не помню Если честно Ну Вроде бы Дядьке Султану Его Отдаем Да О Армяне Получили Независимость Но они Скоро Будут Зависимыми Инсбургский Договор Подписан Это Видимо Австро-Венгрия На своих Условиях Какие-то Вещи Забирает Дядька Султан И Сомалийцы Судьба Балканов Да Судьба Балканов Это Всегда Интересно И Бакланов Тоже Черногория Сербия Аубайн Стан Марионетками Ну Это Кстати По канону Древнего Кайзера По-моему Старой Хойки Такая Судьба Должна Их ждать Ну Вот Наконец-то Мы В интервенции Принимаем Участие Добрались До Позиции Начинаем Потихонечку Продавливать Противника Но Это Будет Медленное Занятие Поскольку Тут Уже Такое Стояние Образовалось Определенное Не В принципе Потихонечку Полигонечку Получается Все Это Дело Текущая Война Только Одна Она Уже В пользу Белых О Новый Сильный Лидер Португалии И фотка Прямо На весь Ивент Кто Это Мог Быть По Иш Ух ты Неограниченная Подводная Война У нас Началась Другое дело Что Нас Уже Никто Не Тронет И Неограниченной Подводной Войны Следовательно Не Произойдет Ну Че Бои Заворонеж Наконец То Выиграем Я Надеюсь Да Все Выиграли Боевку Заворонеж Дедушки Ленина Уже Дивизиты Не так уж Много Осталось Подступы К Москве Они Обороняют Красные Видимо Дезертируют Или Че То Такое И Все Меньше И Меньше Их Становится На Позициях Москва В тисках Не В окружении Пока Окончательном Людей Не Хватает Чтобы В окончательное Окружение Их Закинуть Зверские Пошли Бои За Москву Все В Москву Прибыли Резервная Дивизия 11 49 Дальше Курс На Петроград Я так Понимаю Ну Потери Конечно Жесткие 92% Капитуляции Набили Они Уже 185 Миллионов Потер Ровные Потери Получились У них Все Конец Белая Россия Сбирает Регионы 56 Как мило По Какому-то Упоротому Перемирию Получилось Так Что Дедушка Ленин Выжил В двух Местах Видимо Казачки Побьют Его Когда Нибудь В конечном Итоге Развалилась За Кавказье Поэтому Перемирию Появились Грузия Армения Азербайджан И Бакинская Коммуна Кстати Еще появилась Так вот В общем Красивые границы Не совсем Получились У Белороссии Ну да И Ладно Кстати Орден Синуссия Заключил Перемирие И выжил В своем восстании Удержался От итальянского Натиска А мы Получили Проект Миттель Африка Британские Провинции Не получили Поскольку По лору В Британии Случится Революция И тогда Будет Час Икс Пробит А французские Территории Мы забрали Все Итальянцы По старому Лору Кайзера Потерпели Поражение У них Тоже должны Всякие Расковы Произойти Ну а мы С вами Продолжим Эту партийку Уже непосредственно В Кайзере Уже непосредственно В Кайзере Через Некоторое Время Возьму Определенную Паузу Потому что Мне в командировке Надо будет Съездить Где-то Недели Через 2-3 Возобновим Как сказать Эту партию В Кайзере На этом Пока Все Подпортили Конечно Нам Настроение Границами Конечными Ну да И ладно С вами был Дмитро Подписывайтесь на канал Делитесь видео Ставьте плицей вверх Всего доброго Увидимся с вами В продолжении Вот так вот Получается И помните Что все Самое интересное Еще впереди Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому